Не было все, честно, по факту. А как отмывают гроши из мертвых людей? Вы слышите, так? Прекрасно. Так вот, есть... Сейчас, ну, будь-якой человек, которая пришла служить, там, все дела, выделяют або банковскую карту, або уже в ней есть. Идет привязка, и люди выделяют зарплату. Так вот, то, что там делается, там військовые комиссари, точнее, військовые комиссариаты и так далее. Я не знаю, как они это повернули, что зарплаты військовослужбовцам идут не напрямую из казначайства, а сначала идут им, а потом они на свой рассуд распределяют эти зарплаты. Так же, как в постанове Кабинета Министров Украины, комбаты теперь могут распоряжаться заповедями. Да, да, да. Вот в этом то фишка. И выходит, просто-напросто, есть люди, например, теоретичная людина, там, там, військовослужбовец Петро, он просто-напросто идет на передок, там, например, возьмем пески або какие-то подобные направления. Або Херсон, неважно, но в Херсоне, как говорили, дела немного лучше будут. Вот, он служит в добровольном батальоне. Ему никто Берку не зачитывает, а просто говорит, ты готовый там туда-туда-туда-туда-туда-туда. Берка – это боевое распоряжение? Да, боевое распоряжение. Я, ну, никто их не видел. Угу. Их абсолютно никогда не было. Это мне все войсковые говорят, что Берки не существует. Просто есть сказка боевого распоряжения. Пиздуйте на нулевую позицию, полягайте все двухсотни, но не повертайтесь. Да, это даже не вказанка, а просто они настолько хорошо маніпулируют людьми, что они выставляют это, как прохание. Так как никакой бронежилет и каска для этого не допоможут. Совпадение, да? Типа, не думаю, да? И по факту, если есть 100% загинувший Петро, вместо того, чтобы признать его загиблим, они пишут, что он пропал безвести. Хотя они 100% видят, что вот он лежит, вот он такой, вот он... В финансовой точке зору им вигідно быть безвести пропавшим військовым. И, понимаете, на безвести пропавшую человеку еще 3 месяца капает зарплату. Если человек на передку, то это из одного мертвого человека только 300 тысяч гривен. Это только из одного. А порахуйте там 200, 300, 500 гривен. Да, понятно, да. Это десятки квартир в Киеве. Про что мы с тобой говорим? Это просто бешеные гроши. И потом, проходит их 3 месяца, або может умовно трошки меньше, что человек визнается загиблим. Та сама компенсация, которую нам обещали, которую рассказывали, что будет платить, просто-напросто не выплачивается, через то, что человек доброволец, а добровольцам гроши не платят. Но, с юридической точки зору, по факту, такого нет. Но эти выплаты идут так же на тот же военкомат. Он вольный распоряджаться ними, как хочет. И там, ну, я не знаю, что 600% этих 6 миллионов будет, но какие-то, будь по-любому, выплаты еще с той самой мертвой людины идут так же в лапоньки нашим пузатым дяденькам. Это одна из схем отмивания грошей за рахунок просто мертвых людей.